Международные аэропорты Владивостока и Доляня заключили соглашение о сотрудничестве и сразу же добавили еще один рейс в расписание. Таким образом, в неделю будет совершаться три рейса, во вторник, четверг и воскресенье. Церемония подписания документа состоялась во время визита в провинцию Ляонин Китайской Народной Республики делегации Приморского края во главе с первым вице-губернатором, председателем правительства региона. При вашем активном участии были возобновлены авиарейсы между Долянем и Владивостоком, которые очень востребованы как российскими туристами, так и китайскими. И уже настало, наверное, время, когда нужно увеличивать количество рейсов. И в составе нашей делегации также находятся представители Международного аэропорта Владивосток, которые сегодня подпишут соглашение с руководством аэропорта города Долянь. Большой блок вопросов касался развития портовой инфраструктуры в Приморье. Вера Щербина предложила рассмотреть реализацию проектов по развитию и модернизации портов Находка и Славянка. По объему грузооборота порты Приморье являются самыми крупными в Дальневосточном бассейне. На них приходится 60% всего грузооборота в Дальневосточных портах. У нас почти каждый второй контейнер в России был доставлен через Владивосток. Также первый вице-губернатор проинформировала представителей города Доляня о новом федеральном законе. У нас сейчас готовится новый федеральный закон, который вступит в силу с 1 января 2025 года о льготных налоговых режимах для международного ТОР, именно для международного сотрудничества. И там предлагаются налоговые льготы до 15 лет. Кроме того, во время встречи Вера Щербина поблагодарила представителей руководства Доляня за поддержание в надлежащем состоянии памятников и мемориалов советским воинам, павшим в борьбе за освобождение города. Артем Белов и Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.